Тема третья. Борьба Руси против иноземных нашествий в XIII веке. Параграф первый. Угроза с Запада. В XIII веке разделенная на земли территория Руси оказалась в зоне интересов монголо-татар с востока, немецких рыцарей и шведов с запада. Соперничество скандинавов и Руси за земли Приневья и Приладожья имеет довольно длительную историю. Начавшись в IX веке, оно не прекращалось ни в XI, ни в XII веке. Так, в 1164 году большой флот шведов был повержен у стен Ладоги и на реке Вороньей. В 1167 году новгородцы вместе с карелами не оставили камня на камне от древней столицы шведов Сидгуны. В 1228 году воевать в Ладожское озеро в лодках пришла Емь, финно-угорские племена, бывшие в то время союзниками шведов. Наконец, в июле 1240 года шведский флот по Неве дошел до впадения в нее Ежоры, намереваясь в дальнейшем идти через Ладогу на Новгород. Предупрежденный старейшиной дружественного ежорского племени Пелгусием новгородский князь Александр Ярославич выступил со своей дружиной и частью ополчения. 15 июля 1240 года произошла битва на Неве. Внезапность и стремительность нападения решили исход битвы в пользу новгородцев. Победа была полной, а князь Александр получил почетное прозвание Невский. Другой опасностью Запада для Руси в XI-XIII веках грозили военно-рыцарские ордены, создававшиеся в свое время для крестовых походов на Ближний Восток. Одним из последних в 1198 году был образован Тевтонский орден германских рыцарей. Однако, не достигнув могущества, в начале XIII века он перенес свою деятельность в Европу и начал продвижение как на Прусскую, так и на Прибалтийские земли, на которых издавна жили балтские и финно-угорские племена. Русь также стремилась подчинить их и брала с них дань, для чего еще при Ярославе Мудрым был построен опорный пункт, город Юрьев, Тарту. Подчинив поморских славян, немцы вторглись на территорию Ливов. В 1202 году для захвата Прибалтики и христианизации ее населения был образован орден меченосцев, который впоследствии вошел в качестве отдельной ветви в более мощный Тевтонский. Вскоре и Эстония была покорена крестоносцами. Крестоносцы уничтожали местное население, а их земли заселяли колонистами-немцами. Объединение народов Прибалтики и Руси для борьбы с немцами хоть и приносило локальные победы, но они не имели долгосрочного характера. Угроза для новгородских и псковских земель становилась все более реальной. В 1240 году на Русь напали рыцари-крестоносцы. Они захватили и Сборск, и Псков и оказались в сорока верстах от Новгорода. По решению веча в город был возвращен ранее изгнанный князь Александр Невский. Возглавив войско, он освободил захваченные города и двинулся навстречу Тевтонам. 5 апреля 1242 года на уже подтаявшем льду Чудского озера состоялась битва, получившая название «Ледового побоища». Успех ее предрешило полководческое мастерство Александра Невского, сумевшего учесть ряд обстоятельств военного и климатического характера. Победы в этих битвах остановили экспансию Тевтонского ордена на восток. Русские земли были спасены от онемечивания, католицизма и порабощения. Ливонские рыцари вынуждены были заключить в 1243 году мирный договор с Новгородом, но напряжение на границе сохранялось еще несколько десятков лет. Параграф 2. Угроза с Востока С конца XII века на территории современных Монголии и Бурятии монгольские племена переживали процесс распада родоплеменного строя. Особенностью этого строя было то, что он развивался на базе кочевого скотоводческого хозяйства. Для этого способа производства характерна собственность не на землю, а на стада и пастбище. Поэтому кочевые племена стремились к расширению района обитания, что, как правило, осуществлялось посредством грабительских походов. Один из предводителей монголов Тимужин посредством дипломатической, особенно военной деятельности, сумел их объединить. И в 1206 году на реке Онон, на съезде племен, был провозглашен правителем всех монгольских племен. Он получил имя Чингисхан. Со временем его повеления приобрели характер всеобщих правовых норм, составив Великую Яссу – кодек законов Монгольской империи. Чингисхан, укрепив издавна существовавшую военную организацию монголов, основанную на строжайшей дисциплине, приступил к завоеваниям. Первые удары были нанесены соседним народам – тангутам, чижордженям, уйгурам, туркменам и другим. В 1219-1224 годах монголы предприняли поход в Среднюю Азию, Иран, Афганистан, на Кавказ. В Средней Азии были захвачены и разрушены Самарканд, Бухара, Мерв и другие города. Пройдя через Кавказские горы с юга на север, монголы решили возвращаться в родные степи через Половцев. Один из половецких ханов, Катян, обратился за помощью к русским князьям. «Аще не поможете нам, мы ныне иссечения будем, а вы наутрии иссечения будете». После совещания древнерусские князья приняли решение об оказании помощи. Однако не все русские земли выставили свои войска. Отсутствовала дружина из Ростова-Суздальской земли. А между пятнадцатью направившимися к дону князьями не было единства. Заманив русское войско в степи, монголо-татары в 1223 году в битве на реке Калки нанесли ему жестокое сокрушительное поражение. Но, несмотря на успех, неожиданно повернули назад в степи. Так закончился первый поход монголо-татар на Русь. Параграф третий. Походы на Русь Батыя. В 1236 году начался второй поход на русские земли. Его возглавил внук Чингисхана, сын его старшего сына Джучи, Бату, Батый, который получил во владение Улус, западные земли. В том числе и те, которые предстояло покорить. Овладев Волжской Булгарией, к осени 1237 года монголы перешли в Волгу и сосредоточились на реке Воронеж. Их армия насчитывала от 37,5 до 75 тысяч человек и использовала первоклассную для того времени осадную технику. При отсутствии политического и военного единства на Руси противостоять многочисленным, хорошо обученным войскам монголо-татар было крайне сложно. Тем не менее, русские земли, особенно в начальный период, попытались организовать коллективный отпор. Но объединений сил нескольких земель было недостаточно для противостояния сильному противнику. Первой русской территорией, подвергшейся нашествию монголо-татар, стала Рязанская земля. На требование Батыя о добровольном подчинении и выплате дани рязанский князь Юрий Ингваревич и союзные с ним Пронский и Муромский князья ответили отказом. Батый начал осаду Рязани. Не получив помощи от других земель, рязанцы были вынуждены действовать в одиночку. Но даже находясь в осаде, они мужественно отвечали татарским послам, «Если нас всех не будет, то все ваше будет». Рязань пала после пятидневной обороны. 1237 год. Город был разграблен и сожжен, а жители, среди которых была княжеская семья, перебиты. На прежнем месте Рязань больше не возродилась. В январе 1238 года завоеватели двинулись во Владимиро-Суздальскую землю. 3 февраля 1238 года Батый подошел к Владимиру, осадил его, одновременно отправив отряд к Суздалю. 7 февраля, после ряда безуспешных попыток овладеть городом через Золотые ворота, захватчики ворвались в него через проломы в стене. Укрывшиеся в Успенском соборе епископ Митрофан с княгиней и княжескими детьми были подожжены и скончались в мучениях от удушья и огня. Между тем сам Владимирский князь Юрий, отъехав на север, попытался силами Владимирского войска и собранных им полков соседних земель остановить монголо-татар. 4 марта 1238 года состоялась битва на реке Сить, окончившаяся гибелью всей русской рати. Погиб и князь Юрий Всеволодович. В то же время другой отряд монголо-татар двинулся в северо-западную Русь. Покорив Торжок, они открыли путь на Новгород, но возле местечка Игнач-Крест Батый резко повернул на юг. Причины этого решения можно назвать лишь предположительно. Предстоящие весенние распутятся усталости потери боевого духа самих монголов, сражавшихся в непривычных для них условиях, а также доходившие до них слухи о решимости новгородцев сражаться до последнего. Отход был стремительным. Монголы разделились на отряды и, идя с севера на юг, охватывали своей сетью населенные пункты, попадавшиеся на пути. Их жители мужественно сопротивлялись. Особенно необходимо отметить стойкость жителей небольшого городка Козельска, оборонявшегося без чьей-либо помощи семь недель. Злым городом прозвали его татары. Удалось отбиться Смоленску, но были разорены такие крупные центры, как Переяславль-Южный, Чернигов и другие. После этого монголо-татары вновь ушли в степи. В 1239 году последовало новое вторжение. Теперь уже в Южную Русь. В декабре 1240 года был взят Киев. В следующем году монголы-татары разгромили Галецко-Волынскую землю, а затем вторглись в Европу. «Бич господень», так называли монголов-европейцы, вызвал ужас и панику. В посланиях европейских правителей друг другу писалось, что «всему христианскому миру грозит всеобщее уничтожение». Однако после ряда сражений в Чехии и Венгрии Баты повернул свои войска на восток. Дорого обошлась Руси ее самоотверженность. По подсчетам археологов, из 74 русских городов 49 были разорены татарами. 14 из них перестали существовать навсегда, а 15 превратились в села. Погибло бесчисленное количество горожан, селян, знатных людей и простых общинников. Множество людей, особенно ремесленники, были уведены в плен. Параграф 4. Установление даннической зависимости Руси. В 1242 году монголы в низовьях Волги образовали в составе Монгольской империи новое государство – Золотую Орду – Улус-Джучи. Оно охватило огромную территорию, включая земли волжских болгар, половцев, Крым, Западную Сибирь, Приуралия, Хорезм. Столицей стал Сарай или Сарай-Бату, основанный неподалеку от нынешней Астрахани. К северо-восточным русским князьям были направлены послы, потребовавшие от них явиться к Батыю с изъявлением покорности. В Орде князья, обычно привозившие богатые дары, получали подтверждение своих прав на княжение, ярлык, то есть грамоту. Монголы для своей выгоды зачастую разжигали между русскими князьями соперничество, приводившее к распрям и кровопролитию. Вместе с тем имели место и случаи союзнических военных действий князей и ханов. В конце 50-х годов XIII века на Руси были введены системы взимания дани, подворное обложение, для чего была проведена перепись, число, а также воинская повинность. Одновременно был создан институт ханских наместников-баскаков, осуществлявших экономический и политико-военный контроль в русских землях. Великий баскак имел резиденцию во Владимире. Дань собирали бессермения, которых наряду с численниками особенно ненавидели на Руси. Не прекращались и новые вторжения монголо-татар. В целом, в последние 25 лет XIII века Орда предприняла более 10 походов на Русь. Параграф 5. Влияние монголо-татарского ига на Русь. Вопрос о воздействии монголо-татарского нашествия и последовавшей за ним зависимости на русское общество один из самых сложных в истории Руси. Безусловно, что монголы повлияли прежде всего на демографическое и хозяйственное развитие древнерусских земель. Произошло сокращение численности русского населения, а оставшиеся в живых после татарских набегов в избежании нового разорения вынуждены были бежать в более безопасные районы на запад и на северо-запад Волго-Окского междуречья. Появляясь там, они пополняли армию безземельного люда. Таким образом, постепенно создавался резерв феодально зависимого крестьянства. В то же время изменилось и положение знати, особенно князей. Прежде они существовали за счет дани, кормлений, полюдья. Теперь эти источники доходов были потеряны. Все направлялось в Орду. Поэтому происходит их переориентация на земельную собственность. В конце XIII-XIV веке наблюдается определенный рост крупного частного землевладения. Возросло значение князя и в политической сфере. Если в период Древней Руси князья находились в зависимости от веча, который могло их изгнать, то теперь они приезжали в города с ханским ярлыком, а при необходимости с татарским отрядом. Таким образом, власть князей по отношению к населению усиливается. Однако это не препятствовало антиордынским выступлениям. Сильные волнения произошли в 1257-1259 годах в Новгороде, в 1262 году в Ростове, Суздале, Ярославле, Устьюге, Великом Владимире. Выступления происходили позднее, в 70-е и 90-е годы XIII века. Широкий размах народного движения вынудил Орду изменить систему сбора дани. Часть сбора была передана русским князьям, а влияние баскачества было ограничено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова